Привет всем! Сегодня расскажу вам о создании и использовании библиотек в TeoPortal. Если вы до сих пор не используете библиотеки, ну пора начинать. Это очень полезный инструмент, который сэкономит вам тонну времени. Давайте приступим, создадим функцию, которую мы хотим использовать в будущем и сохраним ее в нашу библиотеку. На сайте Siemens есть Style Guide по использованию библиотек. Ссылку на него я оставлю под видео. В нем описан подход для работы с библиотеками внутри компании. Итак, мы создали функцию, теперь ее можно сохранить в нашу библиотеку. Есть два варианта сохранения функции в библиотеку в виде Types и в виде MasterCopies. Я рекомендую сохранять в виде Types, так как с ним дальше удобнее работать. Сейчас мы видим предупреждение, которое говорит о том, что мы пытаемся сохранить функцию, которая содержит глобальные PLC теги. Это делать не рекомендуется, лучше сохранять в Types функции, содержащие только локальные переменные. Функции из Types можно редактировать и дальше обновлять по всему проекту и в других библиотеках. При редактировании появляется новая версия функции и в скобочках появляется надпись InTest. После изменения функции нажимаем надпись Release завершен. И после сохранения надпись InTest исчезает. В библиотеку можно сохранять не только функции, но и теги, типы данных, db-шки. В принципе это все видно по вот этому документу, а также видно чем отличаются MasterCopies от Types. Сейчас мы попробуем сделать функциональный блок, на который требуется установить защиту. Я сохраняю функции в MasterCopies и в Types только для проверки, вам не требуется этого делать. Достаточно сохранить либо в MasterCopies, либо в Types на ваш выбор. Как мы видим на текущий блок из библиотеки установить защиту нельзя, этого поля просто нет в меню. Создадим еще одну функцию с глобальными переменами и установим на ней защиту и посмотрим, сможем ли мы ее сохранить в библиотеке. Продолжение следует... Продолжение следует... в types такую функцию сохранить не удается только в мастер копис меняем глобальные переменные на локальные и пробуем еще раз теперь сохраним нашу библиотеку чтобы можно было использовать в других проектах для этого создаем новую глобальную библиотеку и переносим функции из нашей локальной библиотеки в глобальную функции из мастер копис переносим просто копированием давайте создадим новый проект используем в нем нашу новую библиотеку давайте закроем библиотеку и попробуем открыть ее заново добавим из библиотеки функцию попробуем отредактировать функцию в проекте и обновить ее в глобальной библиотеке для этого при открытии глобальной библиотеки требуется снять галочку только для чтения чтобы начать редактирование функции необходимо нажать на надпись edit the type и 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 Если видео было полезно для вас, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие видео хотели бы увидеть.